Друзья, всем привет! С вами Роман Естреб. Сегодня у меня будет эмоциональное видео, потому что Дело в том, что сегодня я вам расскажу, как изменился мой Mac Mini от установки оперативной памяти на 32 гигабайта. Если честно, я хотел установить на 64, но я просто не нашел оперативную память DDR4 для ноутбуков на 64 гигабайта двумя планками. Вот, и сегодня у меня будет позитивное видео, потому что мой Mac Mini превратился резко и очень быстро в Mac Mini Pro. И я не побоюсь этого слова. Это действительно так. Поэтому давайте начинать. Поехали! Итак, кто не знает, у меня есть на канале видео, где я разобрал свой Mac Mini Pro. Mac Mini Pro, вот все, я уже, я реально уже говорю про него так. И Mac Mini 2018 года я разобрал и установил оперативную память на 32 гигабайта от HyperX. Здесь, не пугайтесь, здесь у меня установлена старая оперативная память 8 гигабайтов, которая стояла в Mac Mini. Сколько у меня потребляет сейчас Mac Mini и вообще какие цифры я вижу, потому что у меня есть в режиме онлайн мониторинга. Я сначала скажу свои эмоции. Дело в том, что когда вы открываете меню, ну, пятью пальцами, да, там, или нажимаете на клавишу F4, у вас появляется меню с установленными программами, утилитами. Это меню у меня обычно тормозило. То есть, когда я его вызывал, оно тормозило и лагало. Вообще, Mac очень сильно лагал. У меня было большое, знаете, такое разочарование. Сначала, когда я купил Mac, я сказал, блин, ё-моё, я заплатил такие деньги. Он тормозит, он лагает, он зависает, ребята, он реально зависал. То есть, он зависать мог на 15 секунд. Да, я скажу честно, у меня был открыт Chrome, 4 рабочих стола. В Chrome было 8 вкладок. В этих 8 вкладках у меня были все запущено. То есть, все в этом отношении всегда в режиме онлайн. У меня был открыт Final Cut. И у меня еще оставалось свободно полтора гигабайта из 8 гигабайт. И я думаю, блин, как так? Полтора гигабайта свободно? Ну, там же я все прекрасно понимаю. Есть алгоритмы, которые используют, да, там, оперативная память. Ну, в общем, у меня компьютер лагал. У меня он был на уровне MacBook Pro 2013 года с 8 гигабайтами планками. В общем, я установил оперативную память. И тут это просто оттас. Он, это вопсап, вот слов даже нету, вообще другой компьютер стал. То есть, чтобы вы понимали, он стал все программы открывать быстрее. Перемещение между рабочими столами просто мгновенно. У него Final Cut, слово тормоз, он перестал знать. В браузере, да не вопрос. Сейчас даже у меня сейчас в браузере открыто. Сейчас я это. У меня открыто. Вот 27 дюймов. У меня сейчас я работал. У меня открыто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сорок. Пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь. Пятьдесят семь вкладок. Пятьдесят семь вкладок. Он слово тормоз даже не знает. Используется у меня 8 гигабайт оперативной памяти, свободно 23. Но это потому, что я закрыл Final Cut, если уж сказать честно. Но когда у меня открыт Final Cut, он у меня рендерит. А рендерит, он всегда начинает сразу тормозить система. И он у меня рендерит. У меня открыто те же пятьдесят вкладок в браузере. Я печатаю текст, и он работает, нормально функционирует. И у меня был шок. То есть настолько компьютер преобразился. Потому что совершенно другой уровень производительности. Совершенно по-другому себя ведет macOS система. И это ощущается во всем. Открываете ли вы приложение, путешествуете, переключаетесь. Слово глюк, лак, для него сразу перестает существовать. Знаете, что меня больше всего радует? Что в Mac Mini можно увеличить до 64 гигабайт оперативной памяти. И это вообще супер. То есть, да, хотелось бы 128, но, блин, ребята, мой Mac Mini превратился в Mac Mini Pro. И я это реально почувствовал. Вот. И сейчас я могу сказать, что в любые приложения, даже если я сейчас запускаю приложение, к примеру, да, ну, давайте, я запускаю пиксельматор. Раз, два, все. У меня запустился пиксельматор. Две секунды. Да, мы прекрасно понимаем, что это и процессор, и эта скорость SSD влияет. У меня есть с чем сравнивать. И, да, запусти ты уже мне. Вот. У меня есть с чем сравнивать. И поэтому, ну, как бы вам сказать, я даже не мог текст набрать, когда у меня рендерится файл. Какое-нибудь это, да, там, видео. Сейчас я могу это делать одновременно на рабочих слоях. Но вы что, у меня до этого в браузере больше восьми вкладок вот так вот не было никогда открыто, потому что все тормозило, все лагало, просто ты просто раздражался. Сейчас. И тебе не паришься. Ты открываешь новую вкладку, нажимаешь, нажимаешь Enter. А, фиолетовый, оставлю пока. Потом еще нажимаешь, нажимаешь Enter. А, еще давай пока. Опа, давай еще. И так можно просто делать до бесконечности, и он будет открывать, и вот так он в режиме онлайн работает. Это было, это, то есть, а, зайду-ка сюда. О, все, страница прогрузилась. Загрузилась. Зайду-ка, давайте, что у нас там, там, в Е-каталог. О, страница загрузилась. Яндекс.Маркет. О, страница загрузилась. Настолько все быстро работает. То есть, ты реально понимаешь, что, блин, это какой-то мощнейший компьютер. И что самое интересное, поскольку я всегда мониторю, у меня самый низкий показатель, точнее, самый высокий показатель было задействовано оперативной памяти, и самый, такой, можно сказать, процент, это я видел, когда у меня свободно оставалось 9 гигабайт оперативной памяти. 9 гигабайт, остальное все куда-то использовалось. Вот. Максимальную загрузку процессора, вообще, все, что я видел, это 51%. Вот. Я, конечно, сделаю потом отдельное видео, потому что там у меня есть история, да, то есть, мы можем зайти в историю, вот, посмотреть там за последние 7 дней, подсчитать в проценты за последние 30 дней, да, то есть, так и центральный процессор, так и оперативная память, то есть, мы можем, вот, посмотреть, да, то есть, у меня сейчас использовалось 28%, а за последние 30 дней, а, ну, 30 дней, нет, я же недавно поменял оперативную память, поэтому там у меня, да, больше 22%, у меня в средние 22%. Итак, друзья, поставил на рендеринг фильм, у меня, значит, температура 44 градуса. Включился кулер. Дальше, значит, фильм у меня, будем так говорить, ролик, да, занимает 18 минут, она, значит, Mac, значит, мы перемещаемся на следующий рабочий стол, тут у меня вкладок, фиг его знает, сколько открыто, вот, и здесь мы, значит, мониторим. Давайте смотреть. У меня сейчас процессор загружен на 12%, используется 23 гигабайта с половиной оперативной памяти и свободно в 8,5 гигабайт. Вот, дальше 92 градуса, давайте мы сейчас это тыкнем и смотрим. Кулер у меня крутится на оборотах 3100, ну, то есть, максимально у него оборота 4400, вот, максимальная практически температура SSD, ну, хотя нет, SSD там около 70 градусов максимально выдерживает, температура процессора 87, 88, 90 градусов, и при этом, если вы заметите, то для этого процессора это не максимальная, то есть, он до 100 градусов может выдерживать температуру, поэтому вот в таких режимах и работает, соответственно, у меня Mac в высокой нагрузке процент, процессор, конечно, маленький, загрузки, и если мы возьмем, если мы возьмем и запустим мониторинг системы, то сейчас у нас появится график, вот, да, он у нас пошел, это у нас загрузка видеоядра, естественно, интеловского 630, интел у нас 630, вот, соответственно, все у нас, ну, интеловская видеокарта у нас загружена где-то на 90%, вот, конечно, она не справляется, конечно, она не справляется для таких профессиональных задач, но в любом случае она очень достойная, для вот интегрированной, можно так сказать. Ребята, то есть, я понимал важность оперативной памяти, но настолько, чтобы было комфортно, да, HyperX достаточно хорошая оперативная память, но даже если взять самую бюджетную оперативную память на 32 гигабайта от какого-нибудь, ну, я не знаю, ну, не китайского, ну, просто среднего сегмента, у вас совершенно по-другому компьютер начнет работать, совершенно. Да, у меня были проблемы и глюки с Мака. Я звонил в техническую поддержку компании Apple, мы с ними разбирались, почему мне это гонит, почему мне это гонит, и я, знаете, сейчас, вот, все лаги, которые у меня были, я понимаю, что у меня проблемы-то практически все были, наверное, не с Mac Mini, а с Mac OS Mojave, поэтому, наверное, тут нужно уметь разграничивать. Mac Mini у меня работает хорошо, то есть сейчас у меня нету критических к ней вопросов. Да, у меня монитор очень долго просыпается, то есть если я включаю Mac Mini, у меня он может не проснуться, то есть он понимает, что к нему подали сигнал, он там тупит-тупит, говорит, блин, что-то нету, я выключаюсь в энергосберегающий режим, потому что Mac Mini пока он там загрузит, я не знаю, то есть, и, соответственно, ты опять его включаешь, чтобы у тебя показался рабочий стол. Вот, иногда есть проблемы с Bluetooth, с мышкой Logitech, с трекпадом и с клавиатурой, да, они иногда там подлагивают, вот, особенно если я подключаю еще по Bluetooth, Bluetooth наушники, все это капец, сразу мышка Logitech не работает, она начинает гнать вообще по-полному. Вот, если вы, у вас есть MacBook, или вы хотите купить MacBook, или вы хотите установить 32 гигабайта оперативной памяти в свой Mac Mini, вы должны понимать, что очень чувствуется, настолько чувствуется, что я офигел, честно буду вам говорить. Вот, поэтому я сейчас могу себе сказать, что MacBook следующего поколения я даже расценивать не буду, если у него не будет там оперативной памяти на 32 гигабайта, потому что это очень сильно ощущается, ну, просто атас. И комфортность работает, то есть, и вот эта вот вся система, как работает, да, то есть, супер, просто супер. Поэтому, если вы хотели установить себе 32 гигабайта, или больше, оперативной памяти в свой Mac Mini, то я могу однозначно сказать, что это того стоит. 20 тысяч рублей на планке, того стоит, и с точки зрения дальнейшего апгрейда, с точки зрения дальнейшей комфортной работы, это вообще, это космос, вы придете на тот уровень производительности, то есть, даже у меня, представьте, MacBook Pro 2017 года был в максимальной комплектации, и там не было такого комфорта, не было такого комфорта, как здесь, с этим процессором, и с этой оперативной памяти. Но я больше чем уверен, что даже если в самом минимальном комплектации будет Mac Mini, и туда установить оперативную память, все будет очень хорошо, потому что процессор, даже в самой высокой загрузке, он у меня 14%, 20%, ну что это такое, это не серьезно для процессора, вот сейчас он у меня 5%, когда у меня просто, я ничего вообще не делаю, он у меня там 1% просто, то есть, это процессор тут мощный, поэтому оперативной памяти, если вы ему добавите, это точно не будет лишней, вот, поэтому, если вы хотели установить, я вам однозначно советую, с вами был Роман Ястреб, с уважением к вам и к вашему выбору, и пусть ваше Mac Mini будет служить вам верой и правдой, и не будут у вас никаких с ним проблем. Счастливо, друзья!